На протяжении нескольких лет дуэт Непара радовал поклонников хитами. Ходили слухи, что между солистами были романтические отношения. Говорят, первой о любовном союзе упомянула Виктория. Александр же всегда опровергал подобные слухи, уверяя их связывает лишь творчество. Это чьи-то неумные домыслы. Мы ни дня не жили вместе. Говорил он ранее. В свежем выпуске своего шоу Лаура Джугелия решила прямо спросить у артиста об отношениях с бывшей коллегой Панипаре. Был ли у нас роман? Ну, это было давно. Да, это было в самом начале, неожиданно подтвердил шоу. Музыкант отметил, что служебный роман не являлся причиной их последующих разногласий, которые, к слову, разгорелись спустя три года после создания группы. Нет-нет, умные люди никогда не выносят за пределы пространства, где творилось чудо. Но мы были дураками и об этом узнала вся страна. Женщина в каком-то месте начинает быть убийцей отношений, как творческих, так и любых других. По крайней мере, мы это видим, а за собой никогда не замечаем. Это факт. В 2005 году стали постепенно портиться отношения. Это был такой наклон в сторону распада, и он длился еще 15 лет. Терпели друг друга ради группы? Да, согласился. Артист не раз говорил, что Виктория позволяла себе опаздывать как на репетиции, так и на концерты, заставляя зрителей ждать по полтора часа. Да и у меня проблемы с дисциплиной есть, на самом деле. Конечно, дисциплина прежде всего. Но когда я до себя докопываюсь, мне хочется, чтобы все остальные делали точно так же. Единственное мое стремление было и есть, показать людям мою музыку. И ее в том числе. Ради чего? Ради каких сиюминутных историй нужно забыть, что ты артист, забыть о том, что ты должен выйти на сцену в полном блеске и великолепии по максимуму. Выйти нетрезвым. Негодовал 50-летний Александр. А ведь история не поры начиналась красиво. Шоуа был впечатлен вокальными данными Толышинской и ее эффектной внешностью. Продюсер Олег Некрасов сразу разглядел творческий потенциал дуэта.